всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре огневой это советский эсмин с восьмого уровня прокачивая ветки как бы пвошных эсминцев и не по хабаровску а по грозовому в общем решил эту ветку уже прокачать самом конце мне выкачаны практически все ветки это осталось как бы последние что особенности в этой ветке торпеды здесь ни о чем артиллерия здесь тоже не слишком крутая но пво здесь принципе хорошая но нужно играть с заградкой как набивать урона на противниках есть у нас дым мы ставим дым и работаем с артиллерией по поводу торпед тоже есть небольшой такой нюанс я начал играть на эсминцы и прокачивать его из стокового до топового и в варианте стоковом там торпедные аппараты имеют по 3 трубы и в общем это всего шесть рыбок с двух торпедных аппаратов мне это показалось мало и в общем насчет торпедного варианта я сильно вот огорчился и играл в основном от дымов и настреливал просто из дымов либо же в дуэлях с эсминцами под форсажем эсминцы на эсминц то есть расстреливал на гк но в топовом варианте корпуса торпедные аппараты становятся 5 трубными то есть получается не 6 рыбок а 10 но все же они остаются такими же медленными как и были и поэтому не сильно торпед не поиграть но линкоры все-таки придется топить торпедами по ттх на живучесть здесь в принципе неплохая у нас есть две хилки это без супер интенданта и в дуэлях с эсминцами мы можем просто после после дуэли с эсминцем на кино хилит себе брони хп и дальше продолжать бой а вот другие эсминцы уже так не смогут плюс также есть дым форсаж и то есть набор расходников очень такие хороший было ну не особо крутое но в принципе от авика отбиваться можно но нужно брать за градку вместо форсажа и так наверное начнем с его ттх артиллерия здесь довольно такие приятные комфортные но с перком то есть скорость перезарядки гк становится четыре с половиной секунды дымогенератор запущен в общем не слишком много но из дыма в принципе по заплевывать можно плюс шанс на поджог довольно таки большой 8 процентов но с учетом того что у нас всего 4 ствола то есть не слишком то и хорошо но шанс максимальный урон снарядов это 1900 на фугасах и 2 600 на бэшках то есть ну очень такие серьезный противник но опять такие же скорострельности мало и стволов тоже мало по торпедам это вообще печально они такие медленные что тяжело в кого-либо попасть ими маскировка также 6 и 1 полном фарше в общем тоже не особо крутая у бенсона гораздо лучше насчет модернизации давайте начнем с посмотрим мой билд модернизации как я играл и выставил свой билд первое у меня это основное вооружение но это классика во втором систем борьбы за живучесть но можно в принципе взять или форсаж либо на заградку если у вас есть за уголь модернизации в третьем это на артиллерию системы наведения поскольку но торпеды играть это ни о чем но можно кстати поставить и на пву двигатель будет весьма полезно четвертом это рули как обычно я ставлю и в пятом соответственно маскировка что-либо еще другое последовать не знаю поэтому у меня такой вот пил по перкам я взял классическую схему это же профилактика из последних сил после чего взял базовую огневую и маскировку после взял уже мастера борьбы за живучесть в дальнейшем при прокачке я то есть думаю взять либо отчаянного и взрыва техник либо же отчаянного и усиленную огневую но это еще не точно поскольку это уже капитан будет сидеть на десятке и там я уже буду смотреть по своему предпочтению но вот эти вот перки которые в данный момент у меня сейчас стоят они также и останутся также я еще думаю что будет неплохо взять допустим отчаянный супер тендант или же супер тендант и взрыва техник то есть дымы будут гораздо больше в общем на набитие домашки это сильно повлияет поэтому возможно еще такой вариант но я все же я становлюсь скорее всего на отчаянными усиленной огневой и для фанатов советской техники не в обиду но качать в первую очередь данные эсминцы не просто напросто не советую поскольку ну будут боевые задачи там или же какие-то марафоны или еще что-то там где надо будет попасть или же набить урон торпедами на таких эсминцах набить урон торпедами или еще когда будет крайне тяжеловато в основном придется набивать из артиллерии поэтому если вам нужен именно артиллерийский эсминец то качайте уже то качайте ветку по хабаровску там артиллерия поприятнее будет но все-таки я рекомендую наверное качать какие-то другие эсминцы первую очередь ну а во вторую да можно выкачать либо разовой либо хабаровска если вам нужен арт-эсминец поэтому не в первую очередь качайте торпедных эсминцев типа японцев ним немцев американцев или же панель а передаю координаты важной цели ну в общем на этом у меня информация по поводу ветки закончилась всем спасибо за просмотр и оценивайте видео комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал всем спасибо всем пока а Пожарная тревога. Неполадки устранены. Вражеский крейсер уничтожен. Союзники, передаю координаты важной цели. Продолжение следует... Нужна помощь с ПВО. Так, держи. Ёлки-палки! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...